Приветствую вас привезти. Я хочу прежде всего приветствовать вас, дружественные вам Беларуси. Я уверен, что вы уже не только, господа же, наших руководителей парламента хорошо знакомы с Беларусью и любите ее. Я знаю, что вы хорошо знаете сама по себе нашу страну. Я наблюдал за вашим визитом, насколько это можно было. Мне приятно, что у нас ценности совпадают, что в Азербайджане, что в Беларуси. Думаю, что во все. Мы очень в 80-летие освобождения Беларуси от фашизма ценим тот подвиг, который совершили на территории Беларуси. Азербайджанцы, их было немало, были и герои Советского Союза. Вы с уважением к этому отнеслись, возложив венок у памятника на площади Победы. Это очень важно и символично в нынешнее время. Что касается отношений между нашими парламентами, они складываются очень хорошо. Это тот случай, когда межпарламентские связи не отстают от уровня отношений между руководителями наших государств. Наши отношения с Сельхамом Гейдаровичем вы хорошо знаете. А недавнее, можно сказать, со времен еще его отца, я очень уважал Гейдара и знал его хорошо. Мы вместе на всех совещаниях рядом сидели, постоянно обсуждали проблемы. Я очень хорошо знаю его точку зрения, по всем вопросам. Очень прозорливым был человеком. Ильхам достойный продолжатель дела его отца. И, наверное, в истории он сделал столько, что вряд ли это повторит какой-то президент после Ильхама Гейдаровича. Особенно в плане восстановления целостности Азербайджана. Я с теплотой вспоминаю мою поездку в Азербайджан недавнюю. Мы давно этот план с Сельхамом Гейдаровичем наметили. Он сел из-за рюра автомобиля и провез меня по всем практически территориям, которые нужно восстанавливать. Бывая в Шуше, я ему сказал, что вы живете в раю. Такого места, побывав во многих местах планеты нашей, я нигде не видел. Чистый воздух, прекрасная природа. Я уверен, что вы совершите очередной подвиг, восстановив жизнь на этих территориях. Мы будем с удовольствием участвовать в этих работах. Определили какие-то направления. Препятствий никаких нет. Дорговый оборот у нас неплохой, но он разбалансирован. Мы понимаем, что нам надо больше покупать товаров в Азербайджане. Но мы это отрегулируем. Большая делегация находится Азербайджана здесь. С Сельхамом Гейдаровичем мы разговаривали о тех направлениях, которые надо нам интенсивно развивать. В плане передачи технологий и так далее. Начиная от ВПК и заканчивая сельским хозяйством. Сумов закрытых тем нет. Мы готовы в этом направлении работать, но я уверен, что наши парламентарии этот процесс обеспечат законодательно. Еще раз благодарю вас за этот визит в нашу Беларусь. Спасибо большое, что вы покражаете, господин президент. И в первую очередь разрешите мне довести до вас приветствие нашего президента Илхама Алиева с наилучшими пожеланиями. Весь Азербайджан следил за вашим визитом. И я хочу вам сказать, тот след, который оставил ваш визит, недавний визит в Азербайджан, он, конечно, будет надолго в памяти нашего народа. Я сейчас это говорю не просто так, а как одна из депутатов, представительниц нашего народа. Наши отношения связывают очень глубокие корни. Мы когда-то были все вместе в одной большой стране, но отношения между народами складывались веками. И сегодня очень отрадно, что эти отношения развиваются на той основе, на той прочной основе, которая уже есть. Вы сказали о том, что я приехала в дружественную Беларусь. И от себя хотела добавить и братскую Беларусь. Мы не только друзья, но наши народы сегодня поддерживают тот уровень развития наших отношений, который позволяет нам сказать о том, что мы братские народы. Связывают, как я уже сказала, нас очень многое. А самое главное, это очень трудное время, время двойных стандартов. Время, когда очень многие ценности, они просто исчезают на глазах. Наши народы связывают эти ценности. И самое главное, что мы должны сделать, мы должны развивать это отношение к этим ценностям у нашей молодежи. Я вчера была удостоена чести быть в Беларусском государственном университете. Я была удостоена чести там быть представлена к почетному званию, к почетному доктору этого университета. Я там тоже сказала студентам, которые сидели в зале, что они должны всегда помнить тот путь, который прошла страна.